У нас имеются вполне обоснованные сомнения в психическом здоровье Касамжумарта Тукаева. Не исключено, что у неизбранного президента Казахстана в скором времени диагностируют сумеречное помутнение сознания или вялотекущую шизофрению. В Алматы открыли мемориал, посвященный жертвам январских событий. Понятное дело, мемориал поставили по команде Тукаева. Это насколько же надо быть больным на всю голову, чтобы ставить памятник своим же жертвам. Сам убил, сам расстрелял, а затем решил поставить памятник по невинно убиенным. Можете себе представить Чикатило, поставившего памятник своим жертвам, или Гитлера, поставившего памятник жертвам фашизма? Не можете, и мы не можем. Это не смешно, это мерзко, гнусно и отвратительно. Накануне годовщины кровавого января, помимо памятника, по заказу Тукаева написали еще и книгу. Написал ее, конечно же, российский, откровенно пропутинский писатель. Некий Леонид Млечин презентовал свою книгу про кровавый январь в торжественной обстановке в Москве, прямо в посольстве Казахстана в России. В полном объеме книгу Млечина еще не выпустили, но есть отдельные отрывки, заслуживающие особого внимания. Цитирую Млечина, записавшего слова Тукаева. Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали, «Ситуация настолько опасная, что сейчас главное – спасти вашу жизнь». «Спецсамолет заправлен, личная охрана с вами. В самолете находится груз – 25 миллионов долларов США. Так сказать, на ближайшие расходы. Куда хотите лететь? Не сомневались, что президент улетит», – пишет Млечин. «Вы поняли? Тукаев через Млечина передает, что ему предлагали 25 миллионов долларов и самолет, чтобы он улетел из Казахстана. Правда, сколько мы не искали в сети, мы так и не нашли имени человека, предлагавшего Тукаеву 25 миллионов долларов. Ну да ладно, не в этом суть». Дальше, со слов Млечина-Тукаева, план у заговорщиков был следующим – сместить Тукаева, вернуть на прежнее место Назарбаева, а Карима Масимова поставить премьер-министром с широкими полномочиями. Переворот не удался. Заговорщики провалились, потому что Тукаев оказался не из робкого десятка. Тукаев не взял 25 миллионов, не сел в самолет и не улетел из Казахстана. Вместо этого этот диванный Рэмбо объявил на весь мир, что Казахстан атаковали 20 тысяч международных террористов. И обратился за помощью к Путину, а затем дал команду поубивать несколько сотен невинных казахов. Спрашивается, раз во всем был виноват Назарбаев и Назарбаевы, тогда почему же Нурсултан Назарбаев до сих пор разгуливает на свободе? Почему глава заговорщиков, по словам Тукаева, устроивший кровавую баню в Казахстане, до сих пор пользуется всеми радостями жизни первого президента страны? Странный этот Тукаев. То говорит одно, потом сам себя опровергая утверждает совершенно другое. То говорит, что страну атаковали 20 тысяч международных террористов, приехавших из неназванного центрально-азиатского города. То какие-то кланы и ОПГ его хотели сместить. То теперь Назарбаев хотел вернуться, а он не захотел уходить. Вы понимаете, публикуя новую версию событий через Млечино, Касым Жамар Тукаев практически признается в том, что ради сохранения своей власти, своей должности, он пожертвовал жизнями сотен людей. А также покалечил и посадил в тюрьмы еще несколько тысяч человек. Нам и вам ведь в принципе нет никакой разницы, кто из них правил. Назарбаев или Тукаев? Оба ведь вылезли из одной коммунистической норы. Оба без совести ни первого, ни второго никто не избирал. И нам, по большому счету, глубоко наплевать, какую фамилию носит диктатор. Тукаев через Млечино фактически признался в своей неадекватности, своей лицемерности и в своей трусости. Ведь если он не был бы таким трусом, он бы арестовал Назарбаева, всех Назарбаевых без исключения. Но Тукаев этого не сделал, потому что он трус, лицемер и неадекватный человек. В заключении еще раз коротко про нашу позицию. В январе 2022 года на улицы вышли сотни тысяч казахов. Это был мирный протест, мирных людей. Чтобы дискредитировать протест, КНБ и ФСБ запустили в ряды протестующих своих агентов-провокаторов из числа криминалитета. После того, как эти криминальные агенты КНБ и ФСБ организовали в некоторых местах беспорядки, власть открыла огонь на поражение. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. По команде Тукаева российские тукаевские силовики стреляли во всех – в детей, в женщин, в стариков. В Назарбаева и Масимова они не стреляли. За кровавое подавление казахской революции несет ответственность в первую очередь сам Тукаев, а также Путин, приславший войска в Казахстан. И все тукаевские силовики, военные, комитетовские, полицейские – Назарбаев, Назарбаевы, Масимов и остальные – тоже являются подельниками кровавого диктатора. Казахский народ никогда не забудет и никогда не простит кровавый январь и кровавых убийц. Казахстан